здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас программа о лете но с точки зрения правильного нашего с вами поведения это касается и питания и проживания где-нибудь в других регионах поближе к воде река моря ну кто куда добрался и употребление каких-то продуктов в общем общение с людьми очень много вопросов которые входят скажем так системо образующие вопросы для врача эпидемиолога который сегодня представляет люберевскую областную больницу здесь у нас студии дмитрий гнадий джачин здравствуйте здравствуйте ну начнем с того что вы же понимаете я не знаю как вы живете последние годы с этой приставкой эпидемиолог но наверное только самый ленивый не спрашивал вас правда неправда работает не работает но так быстро течет время еще вчера мы все жили в этом не знаешь где у тебя забыл где-то значит маску какие-то проблемы какие-то пропуска все это ушло в прошлое но тем не менее на сегодняшний день не могу не задать этот вопрос действительно так ситуация улучшилась с этим самым коронавирус значительно улучшила но во-первых иммунная прослойка так назвать переболевший заразившись потому что молодые очень многие переносили на ногах без температуры без каких-либо признаков в основном болезнь коснулась пожилых в пожилого возраста или подготовленного организма с какими-то хроническими заболеваниями вот и плюс иммунизация и связи с иммунизацией тоже более легкое течение и то есть мы более-менее выработали тот самый коллективный иммунитет но она же не ушла то есть это входит теперь в наши болячки потихонечку ну потихонечку да ну такого нету допустим я ежедневно подаю документ в роспотребнадзор информацию сколько заболевших сколько положительных ну вот последнее время частенько вот у нас по люберцам нули представляете вот дожили как в прошлом году было когда микрон особенно начался по 600 800 человек в сутки а мы вообще не вспоминаем самые страшные времена да было да вот но я так понимаю что ваша профессия теперь стала в такой ряд да если раньше она где-то была всегда уважаемая но касалось каких-то таких как скажем региональных или ну на маленьких моментов где-то там вот сейчас кстати говорят вспышка кори где-то в москве да ну спустя раз не дошла не вспышка кори наблюдается по всей россии нас это участь не миновала к сожалению в 90-е годы так было очень модно отказываться от прививок при вакцинации кори и при перенесенном заболевание вырабатывается пожизненный иммунитет то есть ну грубо говоря вот в комнате находится 100 человек и и один больной кори если 100 человек не привитые то из них 90 заболеет вот а если привитые то даже вот грубо говоря при близком общении если у меня есть что-то откоре то я по идее не заболею нет я уж не помню если есть по-моему есть ну обычно в детстве в детстве тогда нам делали ну извиняюсь мне курит он улет 56 50 назад где-то наверное делали носят это я уже сказал вот так но там сдавал антитела до сих пор есть до сих пор есть хорошо то есть похорим мы переживаем только с точки зрения тех кто должен обратить внимание те кто 90-е годы кто не приведет вот просить маму с папой прививали не прививали ну и детей допустим у то у нас первая вакцинация идет в год от кори в связи с тем что до 10 месяцев от и от привитой мама передаются антитела и соответственно ребенок защищен а вот вот эти с 10 месяцев до 12 когда первая вакцинация не защищены соответственно может заболеть ну на вторую часть еще одна оставлюсь таки пару традиционных вопросов на который должен будет ответить эпидемиолог сейчас еще один и потом перейдем уже к летнему периоду потому что то особый период в жизни человека как-то все расслабляемся и можем с чем-то столкнуться так вот на сегодняшний день просто это самое коронавирус входит в такую обычная вот эти наши болезни такой гриб своеобразная то есть им можно будет например у осенью если нужно прививаться сейчас от него или же можно не прививаться желательно прививаться желательно прививаться хорошо мы услышали слова потому что в связи с тем что очень быстро мутирует старые антигены все равно антитела остаются к старым штаммам потому что они добавляются как бы новые соответственно переносить легче хорошо то есть а как сейчас вот часто это надо делать это то что касается коронавирус ну раз в год желательно раз в год и это вакцина есть еще можно найти в наших до вакцина есть понятно вот сейчас должны поступить спутник light так сказать одноразовый которая однократно прививается и все один раз на год и забыли на всякие на всякие пожарные да а правильно понимаю что если будет серьезная мутация штамм то в этот спутник что там поменять подливают что-нибудь или как нет там ничего уже не подливают это уже будет практически новая вакцина потому что ну очень сильно мутирующий вирус из вакцина под каждую штамм будет создаваться скажите как это не ни одного месяца ни одного года разработка просто грубо говоря но у вас вот я 99 99 ну 100 процентов антител есть так и новый вирус так и там грубо говоря 110 антител да вот то есть у вас к 100 есть иммунитет а 10 нету ну уже вы легче переносите понимаете само течение болезни более легкой а не вот что то есть мы как бы базу какую-то задаю а за максимально большую да а по времени года когда лучше летом весной зимой неважно нет это руля с управлять меня хорошо теперь говорим о главном то ради чего мы пригласили дмитрий гнать еще одно мы не могли как понимаете без пандемии обойтись тем не менее лета период когда у час клубничка черешня все на свете еда люди не обращают внимание погоды сегодня 27 градусов завтра 12 они в этом же выходят то есть такой немножечко раздрай наступает тем более сейчас еще правда весна переходящее лето у нас можно сказать и мая иногда бывает летним а иногда бывают июнь как март холодный поэтому с какими опасностями с точки зрения эпидемиолога мы можем столкнуться вот в таком расслабленном состоянии в основном у нас опасность это кишечная инфекция сейчас на первое место выходят ротовирусная инфекция норовирусная инфекция течение не столь тяжелое ну в крайнем случае бывает что и тяжелое течение рвота по нос ну к страну тот самый знаменитый желудочный грипп как он да да почему вот так называют а потому что в симптомы там и кашель бывает и при близком контакте можно даже воздушно а что это такое желудочный грипп под расскажите чтобы мы понимали о чем он происходит от контакта с больным но он уже связан с желудком кажется что-то было это просто как бы название так да то есть это вся то есть это заболевание какое что это за это понимаете грипп он путь передачи воздушно капельной то лишь через воздух а ротовирус это как у нас всегда говорят болезнь грязных рук что называется а то есть просто нужно опять же как вот на смысл или руки не пить воду сырую овощей промывать а в овощах может быть эта штука мы можем купить и неважно где мы можем купить на каком-то очень дорогом рынке за какие-то машины можем купить каком-нибудь гипермаркете овощи вообще в любом случае нужно промывать связи с тем что удобрения пользуют разные и там даже можно ну грубо говоря скорее дост поймать лист лист на инвазии скажем а как мыть их с мылом надо мыть про проточной водой хорошо и ошпарить желательно а шпарит ну просто кипятком то хорошо а вот еще такой просто коль мы сейчас о продуктах говорим вот некоторые говорят что огурец нужно очищать от кожуры но убирать что то там лишнее или можно его все-таки если нормально промыть зачем его очищать это дело вкуса мы я же понимаете я пытаюсь понять почему к нам кажется так просто ну что взял помыл а шпарил на три секунды дело да а оказывается мы столько всего можем убить там плохого что можем а яблоко есть например вот так же некоторые делать нельзя так делать то есть никоем случае мы вот и я вот сейчас связи с тем что детские лагеря рекомендовал у нас многие помню что перед едой после еды там но после посещения туалета надо руки мы особенно касается персонала что даже вот если вышли покурить после этого надо обязательно помыть руки потому что вы контактируете с детьми вот мы сейчас начнем второй части больше папа посвятим детям потому что такая глобальная у нас история будет а в оставшееся время ответ в первой части вернемся к тому что вот это наше расслабленное состояние и родители люди зрелого возраста тоже наверно должны немножечко на себя повнимательнее посмотреть конечно потому что ну вот этого никто не за страху он просто взрослый как бы легче все переносит чем дети хорошо как долго этот процесс продлится вот ну вас у меня на как-то расположен там не знаю 35 дней обычно болеет лиц 35 дней да ну причем там как инкубационный период может быть и от нескольких часов до пяти суток то есть человек кажется что есть такое слово я отравился на самом деле это такой грипп который реагирует нам это вирус вирус да но извините я наружу разное у нас все что есть гриппа называется вот то есть а какие лекарства надо прочь обращаться нет лучше обратиться к врачу особенно при тяжелом течении обычно не госпитализируют с ротовирусом достаточно вот от обезваживания чтобы водно-солевой баланс восстановить симптоматическое лечение вас там баня хорошо но в любом случае как таких говорят обращайтесь к врачу само лечение у нас не приветствуется пусть вам врач подскажет как правильно чтобы вдруг там что-то другое чем многие болезни друг друга копирует и не поймешь что оно такое напомню что у нас город гостях врач-эпидемиолог люберецкой областной больницы дмитрий геннадьевич жачин сейчас будем во второй части говорить уже о профилактике детских заболеваний которые не хотелось бы чтобы они были как правильно следить за детьми дома в школы в лагерях дневного скажем так характера и в лагерях может быть на дальнем где-нибудь расстояние где они живут все это во второй части программы напомним что эта программа открытый диалог у нас гостях врач-эпидемиолог люберецкой областной больницы дмитрий геннадьевич жачин я считаю что это прекрасно что настало в то время как даже не понимаю что мы можем с эпидемиологом говорить об обычных кратковременных типичных ну не очень приятных но тем не менее не таких страшных заболеваниях как который нас посетила двадцатом году итак говорим о детском оздоровительном отдыхе начнем наверное с домашнего когда папа с мамой приносит ту же клубничку что-нибудь с огорода и так далее моем руки и это за за и в овощи естественно мыть надо ну и вот я бы хотел обратить внимание хоть у нас люберецкий район не эндемичный по клещевому энцефалиту так у нас московской области всего два района толдомский и московский район где можно клещевой энцефалит но болезнь лайма очень часто встречается это вызывается бактерии так более легкое течение но тем не менее осложнения могут быть очень сильны что за болезнь лайма давайте напомню точно точно также передается клещами эксодовыми при укусе поэтому при выходе в лес на даче желательно одеваться ну в светлую одежду чтобы было видно обезопасить репеллентами можно чтобы отпугивающие и каждые два часа осматривать на предмет присасывания клеща вот случае присасывания как можно быстрее удалить ну крайне аккуратно если не залез уже лучше врачу ну понимаете чем меньше длится этот процесс тем меньше дозу бактерии вы получаете то есть можно аккуратненько ниточкой или иглой но чтобы хоботок не остался в ранке ну вместе у полностью оттуда вытащить да ну и конечно к врачу обратиться обязательно надо а что такое вот какие сейчас клещи вот вы говорите малей знаем она в чем и расходов и содовые клещи температура может паралич даже возникнуть там суставы суставы нарушения ну тот же энцефалит но более легкое течение но опять таки раз на раз не ну я просто даже такой клещи клещи меня почему стали любить поэтому разные были варианты да я помню там эти удаления пробовали что маслом заливали какие-то такие народные способы с разные но я бы посоветовал бы всем раз врач-эпидемиолог говорит что чем быстрее мы просто даже если с вами сейчас все в порядке найдите время почитайте вот те случаи которые происходят что делать когда с клещом а вот тут такой вот возникает вопрос а нам же говорят что нас как-то леса москве московской области чем-то обрабатывают что вроде бы нет клеща как нету то есть они есть все равно ну извините как все можно обработать невозможно да понятно и клещ тоже зараза мутирует как-то но не мутирует работает старые древние болезни которые всю жизнь были а еще клещи больше любят маленьких или уже взрослых лим все равно фильм все равно хорошо комары ну-ка мороженое скрыл сосущие не так это только южная скажем так страна где-то перед то есть комары просто нам мешают жить малярию все остальное но это на югах далеко сказать вот кстати о югах когда чек подкидает территорию уезжает куда-нибудь далеко отдыхать там сочи например возьмем вроде недалеко но тем не менее организм меняется там можешь может тоже на этом этапе где-то чего-то по нам ослабнуть иммунитет может ну естественно называется адаптация к новым местам часовые пояса климата так что в этих случаях делать если например человек вот перелет человек приезжает в новую и вот у него что называется адаптация опять связано с туалетом скажем так как ему выходить из этой ситуации ну в адаптации обычно с туалетом не связано лучше к врачу обратиться потому что при любом там случае лучше обратиться к врачу потому что ну чем быстрее поставят диагноз тем быстрее начнется лечение тем более легкое течение быстрее выздоровление произойдет ну вот а из сочи могут привести какой-нибудь вину не вирус я не знаю что нибудь такое нет нас не африка поэтому то есть хорошо окей теперь мы перейдем к теме дети которые вот ну немножко не без присмотра родителей тем не менее они находятся здесь в городском округе например в школе и так далее там еда вот есть такие вопросы аллергии когда что-то цветет и так далее вот надо увозить например ребенка из региона когда у него на что-то аллергия присутствует или надо переждать чтобы организм привыкал то лучше к врачу аллергологу обратиться и тому же скажу в каждый конкретный случай разное бывает хорошо кишечная эпидемия она возможно сегодня пожалуй что нет нет тоже все то я имею ввиду вот например но мы же слышали историю на лагеря когда там что-то где-то в пище кто-то может руки не помыл и там начинаются в эпидемии и вспышка это разная вещь и лишь когда-то лишь к муж вспышка может быть да но вспышка это как правило точечная какая-то грубо говоря обычно как пределах коллектива вот тут дальше обычно не уходит хорошо если вовремя меры принято а если не дай бог что-то и опять-таки мифологические сейчас я вам обещал до вопросы если что-то где-то капнут кто-нибудь в воду что-нибудь может это как-то отразиться на той воде который к нам приходит или стоят у нас сейчас хорошие сейчас обеззараживание все это идет следят берут пробы обязательно это дважды в сутки я участвую если честно и по коммунальной гигиене не помню уже давно это все проходилось ну там достаточно даже не два раза сутки чаще берутся пробы воды на хлор на ну то есть за этим процессом следят да но тем не менее из-под крана лучше не из-под все это если уж из-под крана то это надо кипятить потому что ну извините тут может быть ну грубо говоря просто в систему гореть ну по водоснабжение где-то там прокол пробой из почвы до из почвы может быть да вернемся к непосредственно к вашим историям вы говорили о иммунизации о вакцинации так далее к детям вернемся масса же всяких вакцин существует для детей которые делаются ну на раннем этапе а некоторые которые потом продолжаются вот есть какой-то сегодня список для эпидемиолога который национальный календарь прививок который обязательно исполняется ну вот и при выезде допустим куда-нибудь в западную сибирь еще куда-то лучше привиться от энцефалита потому что очень тяжелое течение очень много осложнений поэтому вы делается две прививки с интервалом 6-7 месяцев то есть если вы планируете лучше там осенью привиться где можно это посмотреть чтобы понять какую лучшую прививку сделать если куда-то собираешься ехать это жена на в разных регионах по-разному разных регионах по-разному у нас ключевой энцефалит не того на 1 1 1 и та же вакцина по всем регионам понятно хорошо еще такой вопрос ну многие родители опять же мифологизированы мы не можем не вернуться к этому и показала история спадами и у нас прямо проявились ну в связи с тем что надо было все делать быстро все это было на государственном уровне на уровне мировом вот надо вакцину делать все придумывали вакцины где-то придумывали где-то создавали люди сразу же поделились на две группы кто готов вакцинироваться чем угодно лишь бы скорее быстрее и для здоровья для поездки куда-нибудь другие люди стали анти вакцерами и прямо это проявилась очень такая серьезная группа людей вот когда сейчас все успокоилось все-таки система вакцинации которая была подвержена сомнениями скептиками вот во время пандемии анапске сохранилась она смогла удержать этот бой который дала ну конечно но извините заболеваемость как снизилась это одно и второе вот я на ковиде работал именно посещал эти госпиталя и бывал там вот но я скажу так я общался с людьми которые переболели в тяжелой форме не сказали я буду прививаться чтобы я еще раз такое перенес такая лучшая реклама данных сказать да потому что грудь и у нас водители многие переболели ну много народу переболела так плохо себя никогда не чувствовал лучше я привьюсь регулярно чем я еще раз такое на себе испытаю вы как профессионал наверняка следите за всей прессой пресса это само собой но за какими-то научными трудами и сама пандемия подняла этот интерес не могу не задать этот вопрос глобальный раз такая пандемия была возможна в наш век уже такой когда мы все-таки навороченные с точки зрения технологий я имею ввиду вся планета каждая страна по-разному но вся планета более-менее сегодня уже представляет совсем иную картину чем это было тогда когда была чума например вот мы сегодня не застрахованы от каких-то новых таких странных историй то есть это на протяжении всего человеческого существования помните свиной гриб был свое время вот это ну звеной гриб как-то он так вот был и я помню этот тоже штамп был еще какой-то но вот так как надо как это конечно такого не было нового инфекции сопровождают человечеству на всем протяжении пещерного человека и то есть они без них никуда да ну мы друг другу должны помогать как но просто вот смотрите было тяжелейшие заболевания натуральная оспа путем вакцинации по всему миру полностью избавились нет таких случаев вообще заболевания натуральная оспа но ведь говорят кстати еще один миф что во всех странах ну более-менее до 1 2 мира секретные лаборатории в которых хранятся штаммы их действительно хранят но я не знаю я в лаборатории не заглядывал мы вполне возможно вполне возможно но вакцина наработана поэтому но они хранят если хранят для того чтобы если вдруг каким-то странным образом опять возродиться чтобы можно было противоядие сделать я не знаю это или это скорее все-таки кино да не кино но скорее всего где-то хранится на всякий случай ну и некоторые товарищи могут его использовать как бактериологическое орудие что называется сектор может быть и такое ну что мы двигаемся к финалу не хочется переходить на тему фактикологического оружия подведем итоги что сейчас нужно просто включить внимание понять что я извините упустил один момент на юге на сочи тоже с клещами очень аккуратно потому что там к сожалению встречается крымская геморрагическая лихорадка это тяжелейшие заболевания очень высокая смертность то же самое клещами переносится при укусе именно на юге то есть какой надо тоже сделать там вакцинации не вакцина просто надо быть внимательно внимательнейший осматриваться и при первом обращаться к врачу клеща снять и в лабораторию я выяснить что он до заражена не заражен то есть то же самое как принцип улететь все понятно но вот так мы немножко вас конечно напугали но с другой стороны значит это сигнал для того чтобы быть внимательными напомню что в гостях у нас был врач-эпидемиолог люберецкой областной больницы дмитрий геннадьевич жачин спасибо вам что пришли рассказали это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания у нас у нас у нас